здравствуйте уважаемые зрители на связи от роман душки на этот канал душкин объяснить душкин объяснить все что угодно поэтому подписывайтесь на мой канал и изучайте все новые высокие цифровые технологии про которые рассказываю на регулярной основе по понедельникам искусственный интеллект по вторникам всякие распределенные реестр блокчейн и так далее но сегодня нас воскресенье поэтому душкин то есть я позволит себе немножко по философски тем кто еще не знает я хочу сказать что прямо сейчас я занимаюсь написанием новой книги это будет ну те кто читает говорят что очень прикольно я думаю что будет такая бомбическая история потому что книга называется философия бессмертия и у вас есть возможность начать читать мои черновики черновики рукописи которые выкладывают специальный секретный чат те из вас кто станет моим патроном от 5 долларов и выше ссылка на патреон внизу в описании к этому видео смогут пробраться в этот секретный чат и начать читать исходник этой книги рукописи стать бета тестером и в итоге обессмертить свое имя поскольку все такие бета читатели будут упомянуты в этой книге в предисловии ну ладно к чему я это сказал к тому что сейчас мы изучаем различные мистические системы которые распространены по земле для того чтобы понять если в них хоть какое-то хоть маленькая крупинка рационального зерна которые можно взять для того чтобы проводить исследование в области что такое жизнь что такое смерть и что такое бессмертие ну и заодно там воскрешение оживление вот такие все аспекты поскольку сегодня мы стоим на пороге новой в общем-то реальности мы в шаге можно сказать от получения технологии оцифровки человеческой личности и движение дальше к цифровому бессмертию кто хочет более как бы серьезно углубиться в эти темы тема смотрите все предыдущие видео которые я выпускаю по воскресеньям в канале душкин философствует а прям с самого начала я рассказал что такое личность как вы можно цифровать вообще зачем нам бессмертие тогда и сегодня у нас продолжение мы уже изучили такие так скажем примитивные религиозные мистические системы начиная с при анимизма потом пошел аниматизм анимизм мы рассмотрели фетишизм я правда не упомянул что такое фетиш но вот этот тот предмет которому могут вселяться души и сегодня у нас новая система которая называется тотемизм тотемизм от слова тотем это тоже такое побочное направление анимизма то есть вот есть анимизм и от него отходит три направления как я выделяю это такая так скажем неформальная классификация потому что эти гуманитарные науки они очень такие так скажем нечетки поэтому каждый следователь он может на свой лад итог все это придумать вот я выделил такое магистральное направление развитие эволюционного религиозного мировоззрения на основе чего это сделано на основе того как у человека в голове развивались когнитивные способности был древний такое так скажем первобытный человек у него в голове мыслей мало был он видел окружающего мира и вот что воспринимал то и как-то понимал соответственно при развитии общества при развитии взаимоотношений между людьми развивались и когнитивные процессы на мозг дан в том числе для того чтобы усложнять свою свое окружающее пространство во взаимодействии с другими людьми поскольку людей большое количество тех актеров с которыми они взаимодействуют мозг у нас самый развитый среди всех живых существ на земле и именно поэтому человек как бы развивается вместе с развитием цивилизации развиваются когнитивные процессы развиваются мозги и развивается понимание окружающей действительности но до недавнего времени это понимание проходило через призму того что я называю мистическим мировоззрением не будучи остановиться над тем что это такое потому что одно видео полностью посвящено этому посмотрите кто хочет узнать и так вот в этом как бы магистральном пути развития этого самого мистического мировоззрения которое происходило коэволюционно развитию когнитивных процессов я выделяю стадию анимизма ну нет не я выделяю это исследователи культурологи андропологи выделяю а я из этой стадии анимизма выделяют три веточки побочных первый из них фетишизм мы ее рассмотрели сегодня у нас 2 тотемизм и следующее воскресенье я надеюсь если все будет хорошо мы рассмотрим шаманизм и так тотемизм принципе тотемизм не так интересен вот в этом отношении что что такое жизнь что такое смерть и так далее почему потому что его положение особо ничем не отличается от базового анимизма то есть вот есть души есть духи которые населяют весь мир вокруг нас они вселяются в некие объекты что же такое у меня постоянно мелькает провод прошу прощения эти души или духи оживляют собой объект и мы физические оболочки как бы являемся живыми потому что в нас внутри находятся вот эти самые души тотемизм ничего нового в это базовое положение анимизма не привносит он привносит только то что эти души или духи для определенных групп людей но обычно это вот 100 культурное сообщество последователей тотемизма про которым мы говорим да это сообщество и души всех людей которые входят в это сообщество они объединены одним тотемом что такое тотем тотем это животное или растение или какой-то неодушевленный предмет или даже какое-то явление и потом грозы например или шторма который представляет собой прародителя вот этой группы и душу вот этих людей они являются как бы на как это сказать не наследниками ну оторвались вот от этого тотем что ли или а являются манифестации этого тотема в людях то есть каждая душа вот этой общности которая представляет собой один тотем она объединена с большой общностью который и представляет собой тотем и при смерти человека она отходит назад свой тотем тотемом является не как не какой-то конкретное животное там собака шарик а вот если есть группа людей племя там какой-то которые говорят что наш тотем собака то соответственно вот все собаки являются тотем потому что есть некая сущность такая большая сущность который представляет собой собаку и все собаки которые бегают по земле они проявление этой сущности поэтому является вот некая идеальная собака если говорить в терминах платок платонизма соответственно а души которые отделяются от этого тотема они просто оживляют собой людей которые входят в этот тотем и другими словами эти души они просто могут воплощаться в виде животных ну собак вот если мы рассматриваем либо в виде людей и животные и люди из этого тотем они являются родственниками обычно на тотем накладывается табу трогать его нельзя есть его нельзя но в разных общих сообществах по разному то есть некоторых сообществ наоборот тотем скушать своего тотема это был вообще вверх благо благолепие но обычно вот там кушать только по праздникам но везде по разному то есть в большинстве культур это было табу то есть даже если ты умираешь от голода и можешь поймать собаку а собак твой тотем ты ее не можешь трогать убивать нельзя кушать нельзя и так далее лучше вот сам умри от голоду станешь такой же собак вот эти воззрения тотемизма они появились скорее всего из понимания метам психоза то есть переселение душа реинкарнации но тут у ученых у антропологов есть такое как бы различные гипотезы мы не будем это вдаваться давайте посмотрим что он нам то может дать татамизм понимание татамизма как я сказал татамизма от анимизма базового не отличается практически ничем то есть а это отличие нерелевантно нашем цели до при смерти человека душа опять уходит некий тотем соединяется с ним в общем где то они там живут а тут знаете если кто читал книги карлоса кастанеды то вот там есть вот этот великий орел от которого открепляются души которые после смерти в него поглощаются назад сливаются с ним воедино и собственно задачей души терминах нагволизма донхуанизма является осветление вот этого орла потому что орел он очень черный темный там представляется и он испускает все эти души в мир для того чтобы они освещали светом познания и когда после смерти возвращались ему они своим светом познания как бы постепенно его осветлять но орел гигантский бесконечный все это как бы очень медленно вот в принципе как-то вот так можно понимать то есть тотем это некий большой дух душ который отсоединяет от себя душ вот тут мне пришла такая идея такая идея ну как бы сейчас я про нее расскажу но соответственно при смерти человека душа уходит назад а бессмертие как таковое она ну душа бессмертно в анимизме она тоже также бессмертно не во всех системах конечно но тем не менее и в общем-то душа продолжает существовать либо в виде отдельного как бы кусочка вот этого большого тотема либо слившись с ним если она существует отдельно то она реинкарнирует на земле в виде животного или растения или того тотема который есть либо виде человека который принадлежит в общем все так достаточно примитив так вот что за идея не пришла когда я все это осмыслял это исключительно такая как бы метафора нельзя говорить что вот это древние люди прозрели сквозь века и вот это при помощи тотемизма на своем уровне это абсолютно глупость это совершенно не так значит это чисто аналогия метафора тотемизм можно рассматривать как некое как бы вот этот тотем большой дух который испускает души это серверный кластер на котором симулируется стимулируется группа людей это группа людей которые симулируются на конкретном серверном класте являются как бы принадлежат тотем вот этому серверному кластеру они с него уйти не могут они как бы вот находится на нем это их тотем вот такая вот метафора хотя с другой стороны если вы посмотрите обзор на книгу диаспора который я делал как раз недавно найдите меня на канале то там нет ограничения что если симуляция человека запущена на каком-то серверном оборудовании то она не может его покинуть там в принципе может перейти с одного польза на другой можно было перейти по сети ну ладно наверное я вот эту идею не знаю даже вносить книгу буду или не буду про аналогию тотема и серверного кластера на котором симулируется группа людей которые как раз принадлежат этому тотем она мне пришла буквально сейчас когда я рассказывал вам про то что такое тотемист но посмотрим в общем еще раз если вам интересна эта тема если вы хотите читать черновики рукописи моей книги новой заранее давать мне какие-то советы обсуждать со мной секретом чате это все и обессмертить свое имя будучи записанным в качестве тех кто помогал мне с этой книги в ее предисловии то призываю вас свой патреон ссылка на него в описании к этому видео и все такое прочее на этом все благодарю вас за внимание пишите свои комментарии обсудим до новых встреч пока а